С вами новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Завершено следствие в отношении местного депутата муниципального образования Вахрамеевская Камешковского района. Андрея Футерко обвиняют в избиении депутата райсовета. Как сообщает следком, инцидент произошел еще в ноябре 2016 года. Футерко находился в кафе. Там присутствовали несколько других местных депутатов. После закрытия заведения народные избранники продолжили выяснять отношения у здания кафе. Футерко, согласно пресс-релизу следкома, нанес множественные удары в область головы потерпевшему. У него зафиксированы черепно-мозговые травмы и иные телесные повреждения. В ходе следствия обвиняемый не признал своей вины. Утверждал, что не провоцировал драку, а лишь защищался от нападений. А травмы пострадавший получил в результате ДТП. Уголовное дело в отношении Футерко передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Другие участники конфликта были привлечены к административной ответственности. В одном из следующих выпусков Андрей Футерко, возможно, озвучит свою версию конфликта. Владимирский областной суд пересмотрел решение по делу Данилы Билана. Апелляционная инстанция отменила решение Суздальского райсуда и возложила гражданско-правовую ответственность за гибель школьника на руководителя общественной организации Суворовско-Ушаковские сборы. Николай Юдин в Суздальском райсуде выступал как свидетель. Мама погибшего подростка требовала компенсацию в 10 миллионов. Суздальский райсуд отказал на том основании, что погибший не являлся участником сборов и организаторы не могли нести за него ответственность. Однако апелляционная инстанция пересмотрела статус Юдина и привлекла его как соответчика. В областном суде было установлено, что погибший Данила Билан не являлся участником военно-патриотических сборов, но привлекался для помощи в их организации. И теперь руководитель Суворовско-Ушаковских сборов обязан выплатить по 150 тысяч рублей в пользу каждого родителя. Напомним, 11-классник погиб в ДТП 3 марта 2018 года, когда участвовал в перевозке реквизита Суворовско-Ушаковских сборов. Нарушает каждый. Таковы неутешительные выводы проверки АЗС нашего региона. Общественники из проекта «Трасса контроль качества и безопасности» за 4 месяца посетили 35 заправок и выявили на них 59 нарушений. Предприниматели продают некачественное топливо, загрязняют окружающую среду и не заботятся о пожарной безопасности. Поговорить с топливными компаниями общественники решили напрямую. Получился ли диалог? Смотрите далее. Претензии у общественников буквально ко всему. На 35 проверенных заправок региона приходится 59 нарушений. Если от некачественного топлива предприниматели уже почти отказались, в случае его продажи, выявленной всего на трех заправках области, то вот экологические нормы не соблюдает большинство АЗС. На этом погорели 69% проверенных заправок. Страдают от таких нарушений не только природа, но и работники станций. Чтобы работодатели трепет не относились к своим сотрудникам, общественники уже начали взаимодействовать с трудовой инспекцией. Когда вы автомобилист, просто заправляетесь, это ваши риски. То есть как бы вы захотели на заправку заехать, вы там нанюхались, отравились, не отравились, это как бы ваши проблемы, но там работают люди. То есть мы, скорее всего, ближе к лету будем, мы сейчас отрабатываем механизм взаимодействия с трудовой инспекцией, потому что оценку условий труда ее никто не отменял. Есть претензии к соблюдению правил пожарной безопасности. Каждый заправочный островок должен быть оборудован огнетушителем, но предприниматели почему-то прячут его у администратора. А ведь такая мера не спасет, если на заправке вдруг случится пожар. А вот несоответствие чека и информации на колонке никого, конечно, не убьет, но в заблуждение введет обязательно. А при этом нарушение маркировки допускает почти половина проверенных АЗС. И в итоге зачастую обманывают о классе бензина. Первая информация, которую получает потребитель, это колонка и кассовый чек. То есть это первичное, то, что вы предоставляете все для потребителя. Просто пожелание, устраните недостатки. Разговоры о том, что кассовый аппарат перенастраивали еще, здесь как бы не проходит. От опущенных заправками нарушениях общественники сегодня разговаривают с представителями топливных компаний. Но некоторые бизнесмены уверены, эти проверки очень жесткие, придираются. Народный контроль даже к незначительным помаркам. Проверяет не только качество, но и бирки. Как говорится в анекдоте, вам ехать или шашечки. Где-то там не так бирка написана. Все это, конечно, недостаток. Ну, может быть, обман потребителя или стремление к обману потребителя. Но это все-таки просчет обычный, человеческий. К тому же у предпринимателей сложилось впечатление, что общественники как будто специально выбирают для проверок самые маргинальные заправки. И в итоге Топливный союз признал, что в нашем регионе самое низкое качество бензина. А вот реку, полномоченный по правам предпринимателей, больше согласен с общественниками. У меня был пример два года назад, когда у меня легковая машина потеряла мощность на обгоне по Пекинке. Я это никогда в жизни не забуду. И заправку тоже никогда не забуду. Если вы будете применять вот эти незаконные способы, поверьте, вам никто не поможет. В любом случае проверки АЗС в нашем регионе продолжатся. И уделять внимание общественники будут любым значительным нарушением в работе заправок. Валерия Саенко, Артем Горчаков, Шестой канал. Социально значимому бизнесу дополнительные меры поддержки. Спикер ЗАГСобрания встретился с руководителем местного отделения организаций малого и среднего предпринимательства. Опора России выступает за налоговые льготы и имущественную поддержку социально значимого бизнеса. Для этого потребуется внести изменения в региональное законодательство. Владимир Киселев отметил, что в области предпринимателя малого и среднего бизнеса постоянно оказывается поддержка. Вопрос с дополнительными льготами для социально значимого бизнеса также может быть решен положительно. Сегодня вы знаете, что у нас снижение налогов по умененному налогу, снижение до нулевой ставки вновь создаваемым предприятием малого и среднего бизнеса, но ряд других преференций предприятиям. Конечно, мы считаем, что, наверное, на это нужно идти. Мы сейчас детально отработаем все предложения опоры России. И совместно с администрацией Владимирской области, я думаю, примем такое решение. Объединение предпринимателей просит также продлить сроки обязательной маркировки товаров. Нововведение влечет дополнительные расходы, например, приобретение дорогостоящих онлайн-касс, что для многих предприятий малого бизнеса неподъемно. Эта просьба потребует изменений уже в федеральном законодательстве. Мы выступили сегодня с предложением к Владимиру Николаевичу подготовить совместную инициативу по внесению изменений в федеральное законодательство. В части продления сроков введения обязательной маркировки товаров. Поскольку это действительно пагубно скажется, и очень многие торговые точки микробизнеса, те люди, которые работают сами на себя, сами себя обеспечивают, они просто элементарно закроются. Пожар в первом лице интернации Владимира. Из горящего здания эвакуировали больше четырех сотен детей. Один из учеников не смог вовремя выйти из здания. Из задымленного помещения мальчика пришлось спасать пожарному расчету. Такова легенда учений, которые сегодня прошли в образовательном учреждении. Учебную тревогу приурочили к Всемирному дню гражданской обороны. В рамках учений детям еще раз напомнили о пожарной безопасности, научили оказывать первую помощь пострадавшим и позволили на личном опыте убедиться, как тяжело работать в пожарном снаряжении. Подробности расскажет Оксана Любимова. Внимание! Пожарная прибега! Всем сотрудникам и посетителям срочно покините здание. Пожар случился в одном из кабинетов лице интерната. У детей и педагогов есть несколько минут, чтобы покинуть здание. Они быстро и организованно выходят на улицу через центральные и запасные выходы. Приехавший на место расчет разворачивает пожарные рукава и подключает дыхательные аппараты. По легенде из горящего здания не смог выйти один из школьников. Спасение ребенка в задымленном помещении счет идет на минуты. Научить детей не паниковать и действовать строго. По инструкции главная задача таких учений, говорят спасатели. Сегодняшнюю тренировку провели во Всемирный день гражданской обороны. О ней ученики и преподаватели знали. А в реальной чрезвычайной ситуации, говорят пожарные, дети могут растеряться. Если мы проводим внезапные тренировки, конечно, действия немного персонала отличаются. Они знают, как себя вести, но дети могут повести себя не каждый раз одинаково. То есть один ребенок может также потеряться, куда-то пойти не в ту сторону. Поэтому задача преподавателей обязательно вывести полностью свой класс. Конечно, была такая эвакуация красочная. В основном мы делаем рядовые, даже устраиваем иногда ночные эвакуации, потому что у нас дети проживают еще круглосуточно. Для нас это очень важно. Мы переживаем за них и готовим и учителей, и детей, для того, чтобы они могли действовать слаженно. После эвакуации ребятам показали снаряжение пожарной машины и рассказали, как приходится работать на настоящем пожаре. Баллон весит, вот этот, такой баллон 10 килограмм. А сколько там воздух? Воздух там 6,8 литра, то есть 300 атмосфер. Вот. Ну хватает, заявлено на час, но при интенсивной работе хватает на 15-20 минут. Вот одевается маска. Вот здесь клапана, чтобы был вдох-выдох обзорная. Специально там идет воздух, чтобы стекло не потело. Школьникам предложили ненадолго почувствовать себя пожарными и понять, насколько сильными и выносливыми должны быть те, кто спасает людей в чрезвычайных ситуациях. И я сейчас попробую дышать. Когда дышишь, там идет воздух такой, свободный. Конечно, сложно. Надо спасать, если еще горит. Это, во-первых, опасно, во-вторых, если там еще двери зажало, надо еще их открывать. Уже в холле лицея-интерната спасатели рассказали детям, как оказать первую помощь пострадавшим и что делать, если человек находится без сознания, а скорая еще не приехала. Человек не дышит, нет дыхания. Начинаем реанимацию. Вот таким движением. Два вдоха полных сделали. На середине грудной клетки поставили ручки в замочек вот таким образом. И делаем компрессии. 30 компрессий. В течение марта подобные учения пройдут во всех образовательных учреждениях города. А родителям пожарные напоминают, что дети должны знать не только, как действовать при пожаре в школе, но и как вести себя, если загорелась квартира, а дома никого нет. Мы закрываем органы дыхания, это наш нос и рот, любыми подручными средствами. Мы обязательно учим, что нельзя прятаться во время пожара, потому что пожарные очень долго приходится искать детей, допустим, под диваном, в шкафу и так далее. Мы учим детей оставаться на самом видном месте. Самое видное место – это окно. Потому что даже в задымленном помещении, или если будет отключено электричество, будет темно, окно будет видно всегда. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал. Экспертно-криминалистическим подразделениям МВД 100 лет. В этот день, в 1919 году, в уголовном розыске России создан кабинет судебной экспертизы. С тех пор 1 марта – профессиональный праздник экспертов-криминалистов полиции. Во Владимирской области первое экспертно-криминалистическое подразделение создано в марте 1945-го. Здесь выполняют 40 видов судебных экспертиз. Как традиционных видов, так и специальных. Вина подозреваемого может быть доказана благодаря современной криминалистической технике. Опять же, благодаря ей устанавливаются личности неопознанных трупов. В 2015 году была введена в действие ДНК-лаборатория. В 2016 году освоили фото- и видеотехнические экспертизы, которые наиболее востребованы при расследовании дорожно-транспортных происшествий. В 2017 году начали производство строительно-технических экспертиз. Практически по каждому тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое направляется в суд, проводятся те или иные экспертизы. Объединительные заключения строятся на фактических данных, которые получены в ходе производства экспертиз. За прошлый год с использованием криминалистических методов расследованы свыше 4000 преступлений. Убийства, грабежи, разбойные нападения, серийные кражи из квартир, мошенничество. Сегодняшним экспертам-криминалистам растет смена. Это сын одного из экспертов. Он уже проявляет интерес к профессии. Вместе с мамой сделал поделку на конкурс «Полицейский дядя Степа». Мальчик старался воссоздать детали места происшествия, взяв за сюжет каждодневную работу эксперта-криминалиста. Это игрушки. Тут изображено, как обокрали кассу. И эксперт-криминалист разъясняет дело. Что можно найти в молочке владимирских производителей? Кто проверяет качество молочных продуктов? И почему предприятия скрывают свои адреса производства? Об этом поговорим с начальником государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Владимирской области Еленой Ростовской. Сегодня она гость студии 6 канала. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу давайте перейдем к первому вопросу. Чем вообще ветеринарный надзор занимается? В первую очередь ветеринарный надзор занимается тем, что он осуществляет профилактику и недопущение заразных и незаразных заболеваний на территории Владимирской области и Российской Федерации. В том числе мы занимаемся отбором проб, мониторингом. И еще у нас есть лицензирование фармацевтической деятельности. Давайте поговорим о мониторинге. Что он из себя представляет, какие предприятия затрагивает. Сейчас мы отбираем порядка 300 проб в год. То есть в зависимости на разные показатели. И смотрим производителей, как наших производителей, в том числе и производителей из других регионов. Какое качество продукции они нам привозят. На это выделены государственные деньги. И если честно, такие предприятия, такие крупные, которые производители, они очень активно с нами сотрудничают. В сырье находим несоответствие показателям и отправляют обратно производителей данную продукцию поставщику. Выставляют штрафные санкции. А какую продукцию проверяете и вообще на что проверяете? Всю животноводческую продукцию. На различные показатели. То есть физико-химические, микробиологические, токсикологические. У нас есть два реестра. Это реестр экспортеров и реестр таможенного союза. У этих предприятий мы тоже в первую очередь отбираем. То есть мы следим за тем, какая продукция уходит из нашей области. В основном у нас очень много рыбной продукции, мясной продукции. У нас такие два достаточно крупных мясоперерабатывающих комбината. Давайте как раз поговорим о нарушениях. Что обычно находите? За последние два года самые большие выявления мы находим в молочной продукции. Фальсификаты. То есть жирами, немолочного происхождения. В основном это масло, это сыры. То есть если говорить о сыром молоке, то, к счастью, наши владимирские производители, можно сказать, поставить им твёрдую пятёрку. Потому что выявлений за последний год вообще ноль. А если говорить о переработке, какие там бывают нарушения? Встречалось даже, находили фосфаты в пастеризованном молоке. Да, вот предприятие у нас одно, к сожалению, даже, или, не знаю, к счастью, для потребителей, предприятие приостановлено, да, приостановило свою деятельность. То есть мы выявили фосфаты в молоке, и в масле у них было несоответствие по микробиологическим показателям. При Роспотребнадзору предприятие было приостановлено, то есть по нашему материалу. Если я не ошибаюсь, это в Везняковском районе. Да, это в Везняковском районе. И там в масле была найдена кишечная палочка? Да, бактерии, да, группа кишечной палочки. То есть предприятие было в таком не очень хорошем состоянии. Уже два месяца текущего года прошло. Можно ли подвести какие-то итоги работы? Сколько проверок было проведено? Мы провели 38 проверок уже на текущий момент. Отобрали уже порядка 50 проб. Бактерии группы кишечной палочки находили. То есть, как я уже сказала, что несоответствие по ДНК. То есть на упаковке было заявлено, допустим, курица, а в действительности находил мясо индейки. Также были в этом году уже у нас выявлены предприятия «Фантомы». Были фальсификации в масле по жирокислотному составу. Оказалось, что предприятия нет. Одно предприятие вообще там по адресу находился девятиэтажный жилой дом. А что вообще значит предприятие «Фантомы» и как вы их ищите? При отборе проб продукции, когда некачественная продукция выявляется, мы направляем эту информацию в тот территориальный орган, где находится производитель. И тот территориальный орган принимает меры. И вот по принятию мер оказалось, что производителя не существует. А зачем они это делают? Ну, для того, чтобы скрыть реальное производство, где оно находится, и то, что оно фальсифицировано, то есть изготовлено из продукции, которая, может быть, попала на территорию Российской Федерации нелегально. – Фальсификат поставляют, адреса свои фактически скрывают. А как вообще на них воздействовать тогда? – Ну, в принципе, меры у нас уже отлажены. У нас есть система СИРАНа. И в случае выявления вообще по всей Российской Федерации у нас тут же высвечивается так называемый «алерт» – событие. Где бы ни находилось, где бы ни отбирали пробы, если производитель находится на территории нашей Владимирской области, к нам поступает сообщение о том, что его продукция не соответствует по такому-то иному показателю. В отношении этого предпринимателя либо проводится внеплановая проверка, и смотрим, нарушил ли сам производитель, либо это в процессе транспортировки было. Какие-то, допустим, по кишечной палочке или что-то. Если, допустим, антибиотики, то это 100% внеплановая проверка. И либо штраф. Плюс еще к молочным предприятиям мы применяем такую меру, как отзыв деклараций. То есть мы направляем им предписание об отзыве декларации и отзываем декларацию. Спасибо, Елена. А я напомню, сегодня мы беседовали с начальником Государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области Еленой Ростовской. От старинных ремесел до современного рукоделия. Во Владимире открылся традиционный фестиваль творчества «Реки руки». В этом году организаторы сделали акцент на народно-художественных промыслах области. Многими из них наши предки занимались еще с глубокой древности, а какие-то появились недавно. Чем богат и знаменит наш край, Владимирским школьникам рассказывают на экскурсии фестиваля. Вместе с ними ремесла постигала и Маргарита Махрова. Темперная краска представляла собой порошок, который растирали в специальной ступочке. Такая экскурсия для школьников – настоящее погружение в историю и современный мир творчества. Ребятам рассказывают о том, какими промыслами гордится наш край и как создаются настоящие произведения искусства. От знаменитой мстерской лаковой миниатюры до вышивки лоскутных изделий и гусевского хрусталя. В качестве экскурсовода тоже признанный мастер, специалист по декоративно-прикладному искусству Татьяна Гребнева. По ее словам, одна из главных задач – увлечь современное поколение красотой настоящего искусства, как когда-то делали наши предки. И именно тот удивительный опыт, который, и жизненный опыт прежде всего, передавали они из уст в уста, что называется, да, потому что молодежи было просто некогда. И сейчас такая же история повторяется. Я думаю, что нужно найти просто какую-то мифологичность в рассказе, какую-то сказочность. Без подмастерьев и учеников любой промысел умирает, говорят художники. Поэтому, чтобы традиции продолжались, секретами мастерства нужно делиться с молодежью. Так, например, в семье Малаховых из Меленковского района уже несколько поколений работают в гончарной мастерской. Глину добывают рядом с селом Коровина. Копают в основном зимой, чтобы было меньше влаги. Глиняные горшки, кувшины и блюда всегда требовались в хозяйстве. Популярны они и сейчас. В процессе производства множество тонкостей. Так, например, у каждого вида глины своя температура обжига. От этого зависит в том числе и прочность будущего изделия. Для работы с белой глиной, к примеру, необходимо от 1000 градусов. Белую глину не 1000, даже не 1100, а до 1500. И даже больше в некоторых местах пережек бывает. Мы обжигаем дровами, поэтому бывает в некоторых местах пережек. Она настолько прочная, что были случаи, просто горшок кидаешь на кирпич, кирпич разбивается, горшок остается. А так звучат в руках музыкантов владимирские рожки. Раньше на них играли пастухи, созывая стада. А в 19 веке наши крестьяне-рожечники своим искусством прославили край на всю страну и даже Европу. Владимир Зайцев уже 40 лет создает эти удивительные музыкальные инструменты. Секретов создания хорошего рожка множество. Даже дерево нужно особое. В основном твердое дерево. Клен, яблоня, груша наша. Вот данный рожок, это кипарис. Раструб склеивается, а так он точится. Цельный, из цельного куска дерева. Есть древние промыслы, а есть современные. Так, например, выглядят знаменитые тумановские росписи. Искусные растительные и геометрические узоры придумала автор Елена Туманова. Ее искусство освоила и дочь. Она рассказывает, любое дело требует любви и терпения. Только тогда получится по-настоящему. Проподливость. И еще, например, сложно, когда большие панно, чтобы вот этот прослеживался рисунок, то есть орнамент, не потерять его. Потому что да, действительно, это бывает сложно. И запутываешься, когда в карандаше выполняешь все мелкие детали. Не только посмотреть, но и сделать что-нибудь своими руками тоже можно. Для посетителей художники проводят мастер-классы. На фестивале постарались представить как можно больше разнообразных направлений творчества. Вообще запомнилась больше техника скраббукинга. Ну вот, например, из газеты берешь какой-нибудь, понравишься, там, отрывок или еще что-то. И просто вот собираешь все, и потом куда-то на фотоальбом, например, или еще куда-то приклеиваешь. Роспись из пстеры. Там расписывались, очень понравилось. И глину делали. С чем бы хотелось, может быть, продолжить какое-то дело? Глину, может быть, или вышивание? Вышивание хотелось бы. Фестиваль «Реки руки» продлится до конца выходных. Организаторы надеются, что он вдохновит на занятия творчеством еще больше владимирцев и гостей города. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Отметить день кошек, сходить на выставку и отправиться на конкурс красоты. В эти выходные владимирцев ждет много интересных событий. О самых ярких из них расскажем в нашей традиционной афише. Интересную программу в эти выходные для гостей подготовили городские парки. 2 марта Добросельский приглашает на игру, посвященную всероссийскому дню кошек. Рассказать о своих домашних любимцах и узнать секреты этих удивительных животных можно в 11 утра. В этот же день юных посетителей Центрального парка в полдень тоже ждет анимационная программа животных. Усы, лапы и хвост. А в Дружбе в субботу расскажут о том, что такое гражданская оборона. Начало в 11.30. Возрастное ограничение 0+. Любители искусства приглашают в выходные в Дом художника в Центральном парке. Там открылась выставка художницы Полины Варежкиной. На ней представлены работы в смешанной технике масляной и сухой пастели. Лучшим учителем и источником вдохновения для себя художница считает природу, поэтому часто рисует с натуры. Полина создает картины в разных жанрах и ищет свой стиль. Возрастное ограничение 0+. В воскресенье в Доме культуры молодежи второй раз пройдет областной конкурс «Краса народов земли Владимирской». По словам организаторов, конкурс превратился в музыкально-театрализованное шоу. В этом году за титул «Краса народов земли Владимирской» будет состязаться 10 претендентов разных национальностей, живущих в нашей области. Девушек ждет несколько этапов, в том числе парад национальных костюмах и творческие задания. Конкурсантки расскажут о культуре и традициях своего народа, а также угостят блюдами национальной кухни, которые приготовят сами. Начало конкурса в 14.00. Возрастное ограничение 0+. Это все, о чем мы вам успели. Сегодня рассказать еще больше новостей смотрите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на шестом канале. Хороших выходных. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Ивановские мануфактуры Субтитры предоставил DimaTorzok